Здравствуйте! Вы смотрите программу Путь Правды. В студии для вас работает Екатерина Малова. Сегодня у нас в гостях единственный работающий в Донецке киевский репортер Роман Гнатюк. 6 ноября на связи со 112 каналом он выдал неудобную для официального Киева информацию. Об этом и о других вещах мы сегодня поговорим. Здравствуйте, Роман! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что заставило вас приехать сюда, в Донецк? В первую очередь я хотел сам приехать и разобраться, что и как на самом деле происходит. Потому что из разных источников поступает разная информация, а приехать и самому увидеть это всегда совершенно другое. Конечно, но тогда, в тот момент, когда вы собирались, кстати, когда это произошло? Первый раз я приехал в Донецк вместе с тем, как вошли люди Стрелкова сюда. Я изначально поехал в Мариуполь и из Мариуполя приехал сюда. Это было 5 июля, если я не ошибаюсь. То есть в Донецке вы с 5 июля? В Донецке я тогда провел месяц и после этого ездил в Ростов снимать лагерь беженцев и на обратном пути в Донецк попал в плен. Собственно, потом несколько месяцев перерыв и вот я с начала прошлого месяца снова здесь. То есть первая информация, которая вас насторожила и заставила вас направиться сюда, была какая? Это, наверное, были еще первые протесты, когда информация о первых протестах пошла в украинских СМИ. То есть какой был соус? Одни говорили, что протесты проплачены, другие говорили, что протесты народные. И я изначально хотел пойти и узнать, как обстоит дело на самом деле. Ну и как обычно оказывается, половина правды там, половина правды там. Кто за деньги, кто за идею. Давайте подробнее, какое ваше мнение о происходящих у нас событиях? В данный момент самая натуральная форменная гражданская война. Бойня развязанная непонятно кем, непонятно зачем. То есть гибнут люди. Кому выгодна гибель людей? Торговцам оружия, тем, кто наживается на войне, тем, кто прикрывает свои грязные дела войной. Как всегда, как и везде, к сожалению. Ну, это половина народа думает так, другая половина иначе. А как обстоят дела в Украине сейчас? Там есть вообще свобода слова какая-то? Еще после Майдана у меня знакомый уволился с телеканала Интер. С программы подробностей. Он сказал, что работать в таких условиях невозможно. Сменилось руководство. Вступили новые инструкции. Ну и абсолютно аналогичная ситуация у меня со знакомой с гостелерадио Украины. Еще от свободы слова, но она значительно ужесточилась, если брать так. То есть еще дают пока показывать альтернативное мнение, альтернативные взгляды на события. Но ситуация, как по мне, ухудшилась за последнее время. То есть, ну собственно говоря, арты закрывают, да? Если говорить грубо. Что касается ваше пребывание здесь. Чувствуете ли вы к себе какое-то предупреждение? Может быть какое-то предвзятое отношение именно к украинскому журналисту? От жителей Донбасса. Я понял. Если честно, то нет абсолютно. Единственное, как раз все, с кем общаюсь, задают вопрос. Ух ты! Удивляется, да? А не тяжело ли тебе здесь работать? То есть такое. И просят, естественно, чтобы показывали правду. Все абсолютно просят, чтобы показывали правду. Что хочется отдельно заметить, это просят как украинские армейские подразделения, как украинские тербаты, у которых мне пришлось побывать в плену в свое время, так и местные жители и местное, собственно, ополчение. Это удивительно на самом деле. Вас похищали в августе. В интернете много слухов в ходе, но только в интернете. А что на самом деле произошло? По редакционному заданию ездил в Ростов. Снимал лагерь беженцев с еще двумя коллегами. На обратном пути из Ростова в Донецк. То есть туда мы на такси совершенно спокойно приехали. Возвращались обратно точно так же. Границу прошли без проблем. Остановили на блокпосту. Сначала увидели бронежилеты. У документы прессы решили проверить, что мы снимали. Увидели у ребят записи интервью с российскими добровольцами. Там подробности боя за Саур-могилу были. И увидели у меня на планшете запись пресс-конференции Стрелкова. Это не понравилось. Решили задержать до выяснения. До выяснения немножко затянулось. Насколько? Вечером первого числа, получается, мы нас остановили в Абросиаке на блокпосту. Второго числа переправили сначала под Старобешево. Это было расположение батальона Кривбас. Оттуда под Мариуполь. По пути передали Днепро-1. Ну, во всяком случае, так представились. Те, кто нас вез. И можно предположить, что это было действительно правда. Потому что после Мариуполя мы оказались в Днепропетровской области. В конце выбросили голым в поле. Сымитировали расстрел под Днепродзержинском. Да, хорошо покатали. А пока катали, какое было отношение? Что происходило? А вот это весьма своеобразно. То есть в Старобешево, в расположении Кривбаса, отношение было, мягко говоря, не очень. Там было единственное место, где действительно задавали вопросы, пытались что-то узнать. Что-то понять. Пытались пробить, грубо говоря, на кого мы работаем. То есть ответ на 112 канал, мягко говоря, не устраивал. Кстати, в 112 канале вчерашнее включение ваше, оно вызвало бурю разных эмоций. Давайте посмотрим видео. Поддержите ввод российских войск на территорию Донбасса. Вот Роман, мне просто ваше мнение. Вы граждане, я граждане, мне интересно спросить. Журналисты, и мы высветливаем информацию. Мне мнение, но можно все-таки же интересно. Интересный человек, это же важный вопрос. Вот он спросил одних жителей Донбасса, а других жителей Донбасса, может тоже надо спросить, которые говорят, подождите, а почему у нас вообще стало возможным, что на нашу территорию пришли танки, пушки, грады из российской территории. Почему это вообще происходит? Там таких нет жителей? Или этих жителей вы не спрашивали? Я опрашиваю всех жителей, с которыми удалось пообщаться, кто остался. Есть некоторые, которые уже разуверились в республике, которые готовы пойти на договор с кем угодно, лишь бы прекратить обстрелы и вернуть мирную жизнь. Но стрельбу в них не поддерживает никто. Нас уберла вся звезок. Когда вы рассказали о том, что происходит здесь, в Донецке, вас из эфира вывели под предлогом, объяснили это тем, что какие-то проблемы со связью. Ну, на самом деле, мы очень хорошо видим на видео, что трубку в скайпе положили. Ну, за это я, если честно, могу разве что поблагодарить, потому что вопрос мне был задан провокационный. Действительно. То есть, грубо говоря, я не понимаю, как можно задавать вопросы своему корреспонденту, находящемуся на условной территории противника. То есть, ответ на подобный вопрос в любую сторону повлечет за собой негатив, либо с одной, либо с другой стороны. Я, в принципе, могу ответить на вопрос заданный мне. Ответ будет удивительным, скажем, для обеих сторон. Давайте вопрос озвучим сейчас. Да, вопрос звучал так. За то ли я, чтобы Путин вел войска на территорию, собственно, Донецка-Луганска? И все-таки должен ли? И я считаю, что нет. По одной простой причине. Я считаю, что вообще за введение войск, за продолжение боевых действий может, не знаю, адекватный человек, ну, не может просто этого хотеть. Я за то, чтобы стороны отошли, перестали стрелять и начали между собой договариваться. Я за то, чтобы действительно начали идти какие-то договоренности, чтобы перестали гибнуть мирные жители. Это самое главное. Чтобы начался диалог какой-то, да. Хотя бы начать с этого, да. Ну, тогда скажите, пожалуйста, нет ли у вас ощущения, что вот тот самый Антон Гераченко, который советник министра ВД Украины, он не хотел ли, как вы думаете, подвести вас под уголовную статью? Спровоцировать. Тут может быть два мнения, на самом деле. И это, и, возможно, ему было действительно интересно. В свое время после освобождения, отдельно заметить хотелось, это был единственный человек, который позвонил и поинтересовался вообще из официальных лиц нашей судьбой и помог в дальнейшем с восстановлением документов. При всем при этом. Никому не было дело, да? Нет, больше никто из официальных лиц не позвонил, не извинился. Он позвонил, спросил, хорошо ли к нам относились, насколько мы целы, не нужна ли нам какая-то помощь. И когда узнал, что потребовалась помощь с документами, помог с их восстановлением. То есть отдать должное. Нет страха, что это повторится, что что-то произойдет подобное тому, что произошло в августе? Ну, господи, я знал, на что я шел. Я все-таки военный корреспондент. Я, когда учился в институте, я учился в институте международных отношений при авиационном университете на журналистике, у нас были отдельные курсы. Экстремальная журналистика, академия экстремальной журналистики. То есть я знал, на что я иду, я знал, что меня здесь может ждать. То есть я не просто пришел с улицы и сказал, а поеду я. Ну хорошо, и какие же у вас тогда планы относительно того, что будет происходить дальше? Останетесь здесь с нами, будете вместе строить новую страну или все-таки вернетесь домой? Как вы думаете? Вот это сложный вопрос. Потому что, скажем так, хотел бы, конечно, вернуться домой, но сколько будет длиться этот конфликт, столько бы я хотел находиться и освещать его. То есть пока не наладится жизнь. Пока действительно мир не придет на землю той страны, которую я люблю, с которой произошла катастрофа. Ну что ж, вы знаете, у нас есть традиция в пути правды. Мы стараемся, как и вы, точно так же работать и освещать события максимально правдиво, но в конце мы всегда говорим о нашем зрителе что-то, что есть в душе. Пожелайте мне, пожалуйста, что-нибудь сейчас. Мирного неба. И пускай вы и ваши дети никогда не узнают, что такое война. Спасибо вам огромное, Роман. В нашей студии сегодня Роман Гнатюк. Пусть правда прощается с вами. Мира всем нам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова